Амброзия полынолистная входит в список опасных карантинных сорняков. Противопоказана не только сельскохозяйственным культурам, но и животным. Если та же корова ее съест, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус. У людей амброзия вызывает обострение аллергии. Пыльца данного вида растения имеет достаточно низкую молекулярную структуру, то есть она мелкая. И в 20% у населения при повторном сталкивании с данным видом пыльцы вызывает аллергию. С проявлениями либо катаральными, то есть это риниты, конъюнктивиты. Также возможны бронхиты, крапивница, контактный дерматит. Правда, всего этого можно избежать, если выявить аллергены и своевременно принять лекарства. Ну и, конечно, если ликвидировать очаги распространения амброзии до начала ее цветения. Цветение амброзии полынолистной, этого сорняка, в нашем регионе происходит в середине августа. В настоящее время. Не дожидаясь его цветения, заблаговременно со стороны администрации города были приняты меры по уничтожению. Были созданы мобильные группы, 4 мобильные группы. Рабочие группы, в которые вошли представители городской, районных и поселковых администраций, амброзию обнаружили на 58 участках. Из них 42 уже очищено. В ближайшее время предстоит ликвидировать сорняк еще на 16. К работе городские власти просят подключиться и местных жителей. Каждый землепользователь на территории муниципального образования города Торо-Сочи в соответствии также с правилами благоустройства и санитарного содержания территории, подтвержденными решением городского собрания, обязан вести работу по удалению данного вида и других видов карантинных растений не только в границах своих земельных, но и на прилегающей территории. Нарушители правил будут караться штрафами от 300 до 500 рублей физические лица, от 500 до 1000 – должностные, от 5000 до 10 – юридические. Кстати, администрация уже направила Росельхознадзору 69 информационных материалов. Борьбу с амбрузией городские власти будут вести вплоть до октября. Тогда закончится ее цветение. Продолжение следует...